Танки должны быть в Тбилиси и должны быть уже скоро, уже сейчас мы требуем русских танков в Тбилиси. Танки на Тбилиси! Дорогие друзья, почему мы сегодня сочетаем эти слова? Да, Радован Караджич, предательство подонка Тагича, который выдал американским палачам героя славянского сопротивления, великого нашего брата Радована Караджича и то, что сейчас происходит в Южной Осетии и в Грузии. Это вещи одного порядка. Я лично знал и знаю Радована Караджича. Я был в пале столицы Республики Сербской в 92-м году, когда там шли ожесточенные бои между нашими и нашими врагами, между сербами и босняками, представителей иной враждебной нам агрессивной террористической цивилизации. И что же делал Караджич? Какие преступления он совершил? Он защищал свой народ от геноцида. Каким бывает геноцид прислужников нового мирового порядка, мы видим сегодня на примере Осетии. Наши евразийские отряды, группы, все эти дни бились с Хенвали против агрессора, уничтожавшего женщин, детей, стариков, чьи трупы до сих пор лежат непокороненные в центре некогда прекрасного города. Мы совсем недавно оттуда вернулся. Это был великолепный, южный, роскошный, мирный, добрый город, по которому ходили красивые девушки, маленькие дети, пожилые люди. Мы заходили с президентом Южной Осетии, Эдуардом Какой-то, в клуб, где пенсионеры и герои войны играли в шахматы. А президент этой страны ходил по улицам и здоровался с каждым. И вот кто такой Караджич? Это какой ты? А кто такой какой ты? Это Караджич. Караджич отбивал свободу своего народа. Караджич старался не позволить устроить геноцид сервов боснийским экстремистам, фундаменталистам, прислужникам нового мирового порядка, которые работали на США. Но он в этой игре проиграл и сдали его свои. Самое страшное, что все сербы все эти годы знали, где живет Иван Караджич. Он ни от кого не прятался. Он ходил по улицам Белграда. Свободно, открыто и гордо. И он знал, что никогда народ, уважающий себя, даже подонки демократы, западники и либералы, такие как Джинджич, никогда не сдавали Караджича. Джинджича, правда, убили. А Таджич сделал преступление. Это представляете, если бы сейчас к нам приехал Эдуард Жабевич какой-то сюда, в Москву, а мы взяли после того, что он пережил, после того геноцида осетинского народа, страшного геноцида, который на наших глазах происходит, он еще не кончился. Скинвали обстреливают. Мне звонят люди оттуда, которые защищают высотки, дома, кварталы. Вчера еще во второй половине дня грузинские агрессоры пытались заново захватить Скинвал. Они подъезжали к домам, где припрятались женщины и дети в подвалах и забрасывали их гранатами. Они вылезали из своих танков, кричали, что это русские. Заплаканные люди без еды, воды, без медикаментов выходили, поднимали голову, они по ним стреляли. Грузины устроили геноцид осетинского народа. В наших миротворцев они стреляли в спину. Когда наши повернулись к ним спиной, они раздались автоматной очередью. Очень много наших солдат и офицеров полегло сейчас в Скинвали. То же самое было в Сербии. Но представить, что мы выдаем какой-то трибуналу Западу мы не можем, потому что мы суверенная, свободная, великая, православная страна, во главе которой стоят патриоты нашей Родины, патриоты русской идеи. Было колебание, страшное колебание. Восемь часов наша власть не могла принять единственного обрежения, которое народ и наше руководство, по сути дела, давно приняли. Защитить осетин от геноцида. Эти колебания напомнили ельцинские времена. Ничего чудовищнее тех 12 часов, когда начался Скинвала, и было принято наконец решение о вводе войск. Я за последние годы, начиная с 93-го года, не переживал. Это было национальное унижение. Разве можно было столько времени думать? Но тем не менее, очень поздно, преступно поздно принятое решение, правильное решение, на самом деле воплотило жизнь. И сейчас есть только одна тема. Это тема от возмездия. Мы за что заплатили 2000, может быть, больше мирных людей? В основном, кстати, в Осетии погибли даже не герои осетинского сопротивления, не столько наших солдат, сколько мирных людей. Уничтожили больницы с роженицами, с женщинами, расстрелян и сожгинены школы. В упор танки стреляли по детским садам, из которых еще не успели вывезти детей. И вы считаете, что грузины это люди после этого? Я так не думаю. Те люди, которые способны осуществлять геноцид своего народа, которые способны на такие зверства, не имеют права называться людьми. Грузинский народ не виноват. Но на эти преступления его толкнуло преступное руководство. Но теперь давайте посмотрим. Мы сейчас воюем. Надо это признать. Никакая не мирно-творческая операция, никакой не юго-осетинско-грузинский конфликт. Идет война. Грузия напала без объявления войны на Россию. Нанесла удар по нашим вооруженным силам и фактически продолжает обстреливать наши позиции. У нас есть только один выход из этой ситуации. Это полная победа. Давайте теперь только подумаем. Это чрезвычайно важно. Что такое победа? В наших условиях. Если мы просто выгоним эту мразь с территории Южной Осетии и Абхазии, из Кадорского учеля и до Гори, будет ли признаем независимость Южной Осетии и примем и Осетию, и Абхазию, как они давно просят, как народ их молит наше руководство, примите нас в состав России, будет ли это победой? Очевидно, это не будет никакой победой, потому что больше 15 лет мы могли это сделать, не заплатив ни капли крови ни осетинского, ни русского солдата. Осетины и абхазцы давно нам говорили, примите нас, пожалуйста, 90% населения, 99%, приняли русское и российское гражданство, признали свою независимость и требовали в состав России. Мы этого не сделали. Мы получили страшную кровь. И такой ценой делать то, что вчера мы могли сделать бескровно, вообще без проблем, потому что уже на Россию никакие грузинские войска не пошли бы, мы этого не сделали. Мы хотели остаться, может быть, чистенькими, я не знаю, даже после Косова мы это не сделаем. Как так может быть? У меня в голове, честно говоря, как у политолога, а у человека, который занимается политическими вопросами, в голове это не укладывается. Все это на грани предательства. Но! Мы бы говорили другие слова, если бы сейчас наши войска, под руководством нашего главнокомандующего, президента Российской Федерации, Дмитрия Анатольевича Медведева, не шли бы в сторону Тбилиси, не двигали в сторону Гори. Наша победа будет полной оккупацией Грузии и установлением там свободного демократического порядка. Вот что такое наша победа. Свобода Грузии, свобода! Осетии под единым протекторатом России. Танки на Тбилиси. Единственная формула нашей победы. Да здравствует наша власть, да здравствует наш народ, да здравствует наша доблестная российская, осетинская, абхазская армия.